У меня ужасное впечатление, потому что меня, депутаты Госдумы, туда даже не пустили. А чем мотивировали? А мотивировали какими-то своими понятиями и внутренними инструкциями. При этом я им процитировал пятую часть, пункт 2, закон о статусе депутата, который позволяет мне беспрепятственно проходить в любые государственные учреждения, и для них закон не писан. А вообще я сюда пришел, потому что невозможно этот беспредел больше терпеть. Потому что можно, я понимаю, что там может быть поступок не самый красивый, но это мелкое хулиганство, это максимум 15 суток, это максимум, или штраф даже. А то, что им там сначала 7 лет хотели девчонкам дать, потом сейчас, насколько я знаю, прокурор требует 3 года, это абсолютно несправедливо, тем более в стране, где реальные жулики и воры не то, что не наказаны, они продолжают замещать должности, они продолжают работать в органах государственной власти, и при этом их еще награждают. Ну, например, Чурова, который фальсифицировал выборы. Поэтому сегодня вот это дело Пусси Райт, я считаю, это центральное дело, результат, по которому покажет, в каком государстве мы живем. Либо мы живем при диктатуре и в средневековье, либо мы живем в правовом государстве. Поэтому, зная, какие сейчас репрессии происходят в отношении, не только в отношении Пусси Райт, в отношении политиков, гражданских активистов, когда людей просто так держат в тюрьмах, или заводят уголовные дела абсолютно несправедливо, без каких-либо на то оснований. Поэтому я пришел сюда поддержать хотя бы морально. Я понимаю, что, может быть, мое присутствие, оно мало чем им поможет, но хотя бы морально я хочу поддержать. Потому что знаю, к чему это все приведет. Это приведет все к радикализации, это приведет все к каким-то социальным потрясениям, потому что народ вот это хамство, вот этот беспредел, этого несправедливости долго терпеть не будет. Дмитрий, вчерашние пления сторон и сегодняшние выступления подсудимых, как вы считаете, что-нибудь это изменит, смягчит суд приговор, или это уже решено? Я человек опытный, прекрасно понимаю, что такие решения принимаются не вот в этом здании, а все эти решения принимаются на самом высоком уровне. И это надо понимать. Поэтому власть либо будет выбирать путь репрессии, но тогда это будет арабский сценарий, который плохо закончится для этой власти. Я думаю, что это максимум полтора-два года, потому что народ больше терпеть не сможет. Либо власть все-таки... А задний ход? Я бы даже не так сказал. Либо власть начнет исполнять свои обязанности в соответствии с законом. И тогда, конечно же, максимум, что грозило бы девушкам, это 15 суток, это максимум. А власть способна исполнять законы? Если она не способна, то мы ее заставим. Ее можно заставить? Да, ее можно заставить. Я думаю, что 15 сентября на марш миллионов выйдет еще больше людей. А когда выйдет... Просто власть должна понимать, когда выйдет миллион, а он рано или поздно выйдет, потому что сейчас к политическим протестам еще присоединятся те, кто будет выходить на социальный протест. Потому что рост тарифов, штрафов и вообще развал ЖКХ, он приведет к тому, что миллион реально выйдет. И тогда у нас, у депутатов, у Навального, у Дальцова, никто спрашивать не будет, что делать. Просто люди пойдут и возьмут то, что им надо. И никто их остановить не сможет.